Нериса, потрясающий персонаж, наконец-то все, что обещано, пришло. Если так дальше пойдет, и Нериса будет меня радовать, это будет одним из лучших анимационных проектов, которые я видел наравне с «Аватаром». «Аватар» мне тоже нравится. Потому что первый сезон и «Злодея первого сезона», я бы говорил про долбача Фобоса. Да, вообще он конченый. Это просто какой-то инфантилкатор. «Я принц, я принц, я князь, я тут такой, знаешь ли, по определению, злодей умный». Конченый просто, конченый человек. Нериса, знаешь, что меня больше в ней поразило? Она в форме кухарки служила Фобосу. Это какой продуманный план? Насколько этот человек энтузиазма. Целеустремленности. Я буду подбирать за Фобосом, готовить его, ни разу его не отравлю. Буду жить до того момента, пока Элеон Браун, разумеется, она взойдет на трон. Я все своей Нерисией головой придумала. Я обману ее, надену на нее это ожерелье. Потом, а не было никакой кухарки. Я вот всегда здесь была. Я такой родился. Но по сути, по сути, она сейчас забрала. Зачем ей убивать Фобоса? Нахрен он ей нужен? Ей нужна была сила Элеон. Я знаешь, что подумал? Было бы классно, если бы она и на Фобоса надела. Такая, вот смотри, это мама передала. Да, блин, ей срать на Фобоса вообще. Да там тоже какая-то сила есть. В чем? У Фобоса есть сила тоже. Да какая разница? Он вообще лох. А Элеон, блин, там какая-то имба, короче. Не понимаю, Элеон исчезла? Захвачена колдунья, которая была среди нас. Трил. Так колдунья прикинулась Трил? Похоже, никакой Трил не было. Никто вокруг не припомнит ее происхождение, родни, даже где она живет. Но Трил помогала восстанию. У нее могли быть причины скинуть Фобоса. Или она старалась подобраться к королеве. Она забрала у Элеон ее силу до капли. Кто-нибудь объяснит мне, почему они до сих пор в человеческой форме? Элеон, возможно, была причиной. Потому что они полюбили эти тела. Но это не естественная твоя форма. Это как притворяться. Ты тратишь много сил. Давай мы сейчас тебе дадим худое тело. Твое, твое. Я опять потолстею. Мы уже делали так несколько раз. Ну что ты мне рассказываешь? Я поэтому и говорю. Они должны принять себя по местным меркам уродство и жить счастьем. Это не уродство. Они просто другие. Да, они просто другие. Я про это и говорю. Хватит. Снимите с себя это. Но еще у человека нет выбора. Он не может выбирать, каким ему быть. Потому что он хочет таким быть. Вопрос. Это не значит, что он себя не принимает? Есть люди с большим носом. Они хотят его уменьшить. И делать классическую операцию. Это не значит, что они не принимают себя. Они хотят быть другими. Но причины-то тоже важны. Одно дело убрать нос. Потому что все тебе говорят, какой он большой. Нет. Тебе самой не нравится. Но тебе самой не нравится. Потому что почему? Вот прям вот если ты искренне... Какая разница почему? Ты не хочешь такого. Хочешь другое. Ты выбираешь другой нос. Почему ты не можешь это вообще позволить? Есть женщины, которые искренне убеждены, что если они начнут дышать маткой, все мужчины мира или конкретно выдели... Это совершенно не связано. Да ну они искренне этого хотят. Причем есть искренне, не искренне. Я про то, что у человека есть выбор, как ему выглядеть. Разумеется, есть. Но я чуть-чуть хочу глубже посмотреть на эту ситуацию. Не обязательно. Но, к сожалению, мы не сможем взять у них интервью и спросить, а почему вы не хотите быть зелеными уродцами? Но, опять же, зеленые уродцы, это в местном сознании. Да с чего ты взял? Там все зеленые. Они очень красивые люди. Там все. Бланк этот. Вот, опять же, бланк. Он не пытается подражать. Идеальный персонаж. Мой любимый персонаж. Да может им нравится быть людьми. Может у этого тела лучше функционирует что-то. Кишечник. Придется нам вызвать подкрепление всех стражниц. Нет. Стой. Зуб тонги. Трил его, казалось. Как я и боялась. Трил коснулась зуба и моего перстня. На наших амулетах ее проклятие. Тот, кто воспользуется ими, погибнет. Охренеть. Бланк очень красив. Нельзя погибать. Как же? Попадем на землю. Я постараюсь снять ее наговор. Они подруги. Слушай, вот мне тоже так кажется. Она вроде никак не палится. И вроде все с ней чисто, да? Но какие-то подозрения все равно. Максимально подозрительные. Она все время рядом с ней где-то появляется. Потом исчезает. Подщищает за ней. Вот эта история. Ааа. У меня светится перстень. И у тебя светится. Потому что я тоже волшебный. Дай починю. Все. Так, все. Я заранее уже закладываю бомбу ожиданий от этого оракула. Он максимально не чист. Да, блин. Да как? Вы же знаете, что Нериса принимает всякие разные облики. Будьте осторожными. Задавайте какие-то вопросы. Типа, оракул, скажи мне то, чего Нериса не знает. Какого цвета у меня... Ну, я не знаю, ну, что за... Ну, такую мелочь Нериса, я думаю, узнает в подробностях. А не то королеву не спасти. Да и стоит ли? Жуть. Будьте осторожны. Будьте осторожны. Открыть себе таланты никогда не поздно. Мы все готовы в бой. Бойся, беги злотей. У нас одна команда. Мы сильны, дружны. Недрок, недруга. Блин, если ты не врёшь, я тебя нам порежу полный кусочек одежда Какой чай? Такой, такой вот, ляшку Наш час, наш час, землю спаси Чародейки К, значит, конец неизвестности Никого не смущает? Знание Типа, ладно К, значит Конец неизвестности Ну, знание, это конец неизвестности Слушайте, молодцы переводчики Просто надо добавить ещё второе слово Которую неделю нет известия от Калибы и Эли Можно было просто написать, ну, кознание Кознание? Новый, всё равно, кознание Типа, казахские знания Нет, всё равно, к не читается, кознание Ну, если бы ты была переводчиком, я думаю, ты бы так и сделал Я училась до переводчика Классно, что я бездала Не смущает Калиб знал, что я в отъезде, а звонить с Меридиана недёшево И вообще, мы разбили злодеев и заслужили отдых Но каникулы кончились Завтра опять в школу Привет! Правда клёво? Я думала, лето не кончится В честь начала учебного года я подготовила первый реферат А можно я её стукну? Прикольно, смотри, какая у неё спина Подожди, стоп У них одежда у всех А что со спиной? Голая Нет, пожалуйста, обратите внимание У неё сейчас открытая спина И я такой, какая классная, красивая спина В нового года я подготовила первый реферат А можно я её стукну? А теперь что-то... А теперь не голая А теперь что-то... Они такие... Не, ну это слишком как-то... Давайте немножко это... Понёрфим ей спину Чего это слишком... Кстати, у неё, оказывается, есть парень Которого нам не показывают Да, а кто? В комментариях я прочитала Да, его два раза показали Нам, по какой-то причине Должны были его запомнить Простой и полезный характер Тарани о квинтэссенции Квинтэссенция? Это атакующий кличетой старухе? Но, но, но при чём тут легенда о четырёх драконах? Она же про нашу силу! Верно Каждый дракон соответствует одному из элементов Земле, воздуху, огню, воде Но и нимфа ксинджинк обладала силой Неучтённый фактор Как мясо в школьной столовой Квинтэссенция – пятый элемент В древних легендах она подобна электричеству Считалось, что она присутствует в молнии Её же зовут материи жизни Типа биополия Квинтэссенция способна оживлять неживое Что вам только что показали? Она взяла и у гонгов подожгла Просто смеха ради Просто потому, что может себе это позволить Ну прямо доктор Франкенштейн! Это по мне! Метать молнии, слушать предметы Моя сила кажется мне близко к квинтэссенции Пятый стражницы – пятый элемент? Логично! Что непонятно? У этой старухи все мои силы Но в квадрате! Какова её связь со стражницами? Как она связана со мной? Бабка сейчас такая Пришло время вам кое-что рассказать, девочки! Могла и раньше в целом, но всё же это не позволял Но тут такое, знаете, прикол фарагонды Слышали о таком? Да, синдром фарагонды Не прикол фарагонды, а синдром фарагонды В воспитательных целях Максимально важную информацию Нужно, чтобы вы сами приходили к этому Замалчивать А может быть, бабке есть что скрывать? Я считаю, что там должна быть Пару стыдных историй, которые Бабушка Хайли Не помню, какую зовут Постоянно мы забываем Да, но не такой частый персонаж Поэтому Сложное имя вообще в целом Ван Ли Ван Лав Ну-ну-ну Так, подрежешь сейчас У меня избился с мысли Хотел пошло пошутить Но подумал, это чародейки И нас смотрят недоросли Которые вместо того, чтобы услышать шутку Схватят стояк В итоге всё равно пошутил В другой раз Она очень сильна Нам надо прорваться на землю к стражницам Презирая риск Эй, бланка любопытенная Калибр сказать нам Да, это происходило Не в каких-то отголосках Прошлого А сейчас Сейчас, да Угонь гонгонит Польту, насколько могучий Калибр Его даже квинтэссенция не берёт Разрядом Так она не стала в него бить Она сказала в другой раз И уисчезла Она не стала его в него Ты понимаешь, насколько отважный человек? Ну, Калиб вообще клёвый чел Почему он всё ещё жив с такой отвагой? Кажется, с ним ты и танцевала Вот нам и показали Вот почему он тебе не терпится в школу Мама Смотреть надо под ноги Она... Так, сегодня, я так понимаю Серия Краш Тарани Вот, всё Краш Тарани Тарани Краш Мне нравится Краш Тарани Это твой? Спасибо Отбежись, Урия О, это ты? Спасибо Извини Урия не всегда такой гад Порой с ним занятно тусоваться И с каких пор ты тусуешься с этим придурком? С тех пор, как все разъехались на лето Мне привередничать не приходилось, но Ты вернулась И перспективы у меня улётные Так что, если нет планов Очки, очки Я сижу, переживаю за очки Кто-то наступит на них Это мой хитрый план Он её будет водить по всем местам Она Урия Ой, ну в смысле Урия Это мой бессознательный Тянет меня к плохим людям, понимаете? На вечер в клубе играет чумовая группа Тогда, пожалуй, у меня есть планы Улёт Очки! Ты меня пугаешь Да блин, я просто с детства носила очки И это реально заноза в заднице Они постоянно падают, ломаются Натирают тебе нос Потеют, когда ты из холода заходишь В тёплое помещение Короче, очень много дискомфорта от очков У меня тоже были очки И сломать их, это вообще трэш Потому что найти красивую оправу Которая тебе нравится в подростковом возрасте Это что-то нереальное И когда ты её находишь Если ты её, не дай бог, сломаешь Вторую такую ты потом можешь не найти Бедная Ну, короче, это... Мне прописали тоже очки Но потом выяснилось, что я слепой на один... Вот вам, кстати, один факт Я слепой на один глаз Вот этим я ничего не вижу Смотрю только этим Да, неправда Ну, то есть это полное мыло Я не вижу ничего Ну, мыло, но ты же не... Ну, я не прям, он не чёрный Но это полное мыло Ну, это просто врождённый дефект Вы, наверное, видели Этот глаз не фокусируется Он может поплыть Обстановку осматривать, да Восемь Звонок Мои очки Коёк Бланк забыть А, включать вода Бланк любить мыться А, подожди Получается, что не только Вот этой тётки Никогда не существовало И Оракула Прикол в том, что я сижу Об этом думаю Да? Да Оракул тоже никогда не существовал Я даже понимаю, почему мы с тобой думаем Такие, у Бланка был зуб Да История с зубом Что-то неприятное Так а как Оракул Хотя Хотя Ну, реально, это всегда была Нериса Она была и Оракулом И кухаркой Оракул не так часто появлялась Кем ещё она могла быть? Оракул жил в катакомбах В этих зелёных Правильно? Да, да, да И там не часто к ней в гости на чай приходили В самой первой серии, помнишь? Появилась Оракул, потом она Ну, ты объясняй Оракула тоже никогда не было Кого ещё? Может, Седрика ещё никогда не было? Я не знаю Нет ещё рано Заклятие колдуне очень трудно снять Неважно Было сказано Тот, кто воспользуется зубом, тот погибнет Я открою проход А Бланк предупредит стражниц Калеб, не надо давать дуба Реально, Калеб Попытаться можно Только риск Всё равно Брелинки малевала Вообще взорвался Не знаю, не подействовало ли Зуб ещё может быть опасен Не знаю, она заколдовала, чтобы они попали куда-то в какую-то... Блин! Ну, в целом он... Он как работал раньше... Собранная не риса Просто она заколдовала, чтобы он туда их перебросил И всё-таки мне с Оракулом покоя не дают У Оракула были другие силы Чего я думаю, что у меня риса только одна сила Если она... Сейчас у неё сила Элеон До этого она, может, убила Оракула И взяла свои силы Оракула себе Она же не всю жизнь была им Я всё-таки думаю, что это предыдущая стражница Потому что, ну, во-первых, всё на это намекает Во-вторых, бабка Что предыдущая стражница? Ну, это... Не риса? Не риса, это предыдущая Ну, конечно, это как Уилл, только вот раньше Но только Уилл не умеет втягивать в себя силы А она научилась Они и только стражницы, они ещё много чего не умеют В третьем сезоне, возможно, вы бы получили больше В прошлой серии бабушка говорила, что вы там можете оказываться телепортироваться Ещё вы до хера всего не умеете И мы там 10 лет этому учились То есть бабка за 100 лет, знаешь, всему учились На самом деле, это такая интересная история их развития была бы Ну, прям на несколько сезонов точно Только каких-то новых способностей Да Нет! Калеб мертвяк! Холодный мертвяк! Калеб живой! Ох, холодный, но живой! А где мы? На земле, на горе Танус Это бабушка Хайлин? Нет, другая, мне кажется Все здесь бабки на одно лицо, ну ладно Мы пытаемся связаться со стражницами Элион и Меридиан Мы в опасности Но почему? Возможно, ответ в пещере Это бабушка Хайлин Нет! Он на полном серьёзе задвигает темы, которые не знает обычный человек Ну, она поняла, он понял Она ему рассказала, что я тоже стражница, возможно, какая-то бывшая Или ещё что-то Это не бабушка Хайлин Прям на горе Она увидела, как они появились И поняла, что они тоже какие-то вот такие люди И рассказала им, что я тоже И он такой, ну раз вы тоже Короче, Меридиан в опасности Ясно, это так работает Надеюсь, что я ошиблась Пусто Что, пусто? Не риса там, наверное, была, избежала Они только это обнаружили Это он! Учится в Шеффилде Класс! О ком ты говоришь? Я не знаю имя Только... Он красавчик О нет! Он смотрит на меня! Не мне судить? Но разве ты не хочешь подмигнуть ему? Неважно Эй, Тарани! А с ними Мэрли Мэнсона досидит, да? Да, чел Парень, видимо, Ирмы Ладно, ладно, не осуждаем её Нам обещали, что он разовьётся И превратится в какого-то суперкрутого чувака Если Ирма с ним счастлива Кто мы? Что мы протестовали? Такие, чтобы, ограни, сидеть такие на наши вкусы Ну и что? Может, реально её заводит? Тупизм Реально, как в Рикки Морфе Это скорее не тупизм, а какая-то, знаешь, неловкость Такая застенчивость какая-то Нет, не застенчивость, а какая-то Херня, короче, какая-то, блин Не знаю, что ей нравится Он просто такой местный шламе, понимаешь? Он такой упал Шламе? Да Шламе? Да Он не падает Ну он такой неловкий Он не неловкий Он неловкий, чё? Он не неловкий Он максимально неловкий Он офигенный Он офигенный, но неловкий Он не неловкий А ты не ешь? Так, я потеряла очки. Не выучу я заранее первые главы всех учебников? Было бы ужасно. Кстати, очки нужны к вечеру. Найджел пригласил меня в клуб. Не вздумай соглашаться. Пойду поищу во дворе. Если смогу найти дверь. Эй, Найдж, подружка на выпускной бал. Замри, Клаб. Тарани, улёт. Взгляни. Юрия, дай-ка мне. Найджел, что делаешь? Так, экспром. Ой, это очень... Стоп, это же мистер Шеффилд. Ты потратил помаду на это? Чувак, остынь. Клабер не до ума! Ох, какой скандал! И парик на деле! Перед Криса пришла! Заказы на вынос? Так, кажется, это мы на вынос. Скорее! Бабуль, что с тобой? Ой, я телепортировалась. Вот, бабка телепортировалась. Я говорю, что это она. А, это всё-таки бабка. А как она узнала, что они там? Не спрашивай. Есть некая магия у этой бабки. Ладно, допустим, у неё там прям немного сил. Она телепортировалась, смогла. Но как-то узнала, что они находятся на горе. Как она узнала, да, что они там. Мне повздремнул день К4. Где Тарани? Нам всем надо в Кондракар. Срочно! Я сейчас это выясню. Тарани, ты меня слышишь? Где ты? Всё-таки я влипла. Я в кабинете директрисы. Застряла. А, не подменить? Без обид, Мэтт. Но вряд ли ты натянешь её колготки. Ну, я же не о том. Но почему мы сразу не узнали об участи Эллион? На перстне было заглядя, а без него мои силы подточены. Так о чём речь? И где Эллион? То есть они настолько все... Ну ладно, может быть не тупые. Может быть не тупые. Ну они не догадывались всё это время, что Оракул... Это не риса. Я про какую-то магию, которая может видеть сквозь иллюзии. Настолько маг... Да, 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 чтобы распознать обман. Настолько могущественное существо, что он всех просто дурит. Там, в этом белом камне, собрались, я так понимаю, самые волшебные представители этого мира. И самые волшебные представители не могут посмотреть сквозь какую-то иллюзию? Не могут. Ну, в таком случае это просто какие-то конченые представители белого камня, я тебе так скажу. Ещё повезло, что директор поверила в твою непричастность. Непричастность? Я же без очков. Надеюсь, она не насядет на Найджела. Не смей встречаться с Найджелом. Что? Найджел хороший, поверь мне. Забудь о нём. Ты судишь о Найджеле предвзято. Он написал твои инициалы. Мама! Дело закрыто. Что значит, ну, а что такого? Просто самое смешное, что она такая... Что, ну, типа, ты предвзято, потому что... Всего лишь потому, что он написал твои инициалы, только поэтому, типа... Так мать тоже предвзято. Вот что самое смешное. Мать предвзято, конечно. Но мать красивая. Да, прикольная. Торешка такая прикольная, тётя. Старуха пленила Эля? И ещё хуже. Старуха – это не Риса. Нет! Немыслима. Вау! В самом деле, мне кажется, она не сдерживается. Это кто? Это не Риса. Мне она очень классная. Не Риса вообще как будто бы офигенная, раз у него такое получилось. Я всех обдурила. Вам так не кажется? Это абсолютно точно. Я забыла справочник, кто есть кто в Кондракаре. Так это не Риса? Известно. Вы не первая стражница. Прежде было пять других. Кассиди, Галлинор, Ян Лин, Кадма и не Риса. То есть Кэгялкин? Ох, хорошо, что мы ведьма. Яриса возглавила стражниц, как хранительница сердца Кондракара. Как и ты. Стоп, 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 стоп. Твоя история, конечно, классная. Я посмотрю на девочек. А это бабушка Хайлин. Да. Она очень под короткую стрижку была подстрижена. И такая же, как Корнелия есть, рыженькая. Вот вопрос под Корнелию. Нет, это, наверное, местный аналог Тарани, да? Есть рыженькая. Но рыженькая не Уилл, потому что Уилл это не Риса. Да, кто же рыженькая? Наверное, зовут. Она больше похожа на Тарани. На Ирму. На Ирму? Я думал, на Ирму. Да, она больше на Ирму похожа. А Тарани, скорее всего, девушка с высоким хвостом. Огонь? А может, и вон та огонь рыжая как раз. Как и ты, Вилл. Сила кристалла открыла в ее душе темную сторону. Ради ее же блага я отобрал у нее сердце и передал Кэссиди. Потеря амулета не давала Нерисе покоя. Она просила, умоляла. Потом потребовала, чтобы Кэссиди вернула кристалл. Кэссиди отказалась. Нериса в ярости хотела бежать. Но я заключил ее в темницу, надеясь, что она осознает свою вину. Боюсь, я ошибся. С воцарением Фобоса нам пришлось поставить завесу. Так, подожди, извините. То есть столько лет, они не знали, что Нериса сбежала. Потому что Нериса сбежала еще когда Фобос, блин. Ну, когда появилась, по сути, та тетка. Она старела очень много лет. Они такие, да, блин, я 20 лет сидела там назад. Они даже не следили за ней. Я 5 лет назад приходил, там, еще будешь сидеть, пока я помрешь. Охренеть. Она каким-то образом сбежала, накопила силу. Мне другой вопрос про эти сердца. Я не очень понял этот замес. У Нериса отобрали сердце, потому что у нее появилась какая-то темная магия. У Сердца Кондракара было другого вида раньше. Это что, это Сердце Кондракара? Да, кстати, у них какое-то другое сердце. Это же сердце. Он это сердцем назвал? Да. Или это ошибка? Да, мне показалось, что он это сердцем называл. У каждого поколения стражниц свое сердце? Странно, да? Это не похоже на правду. Это не похоже. Потому что у бабушки Хайлин был этот камень. Был этот камень, да. Тогда это был другой совершенно амулет. А, ну понятно, этот камень уничтожился вместе, только Кэсси, или как ее звали. Они сделали новый. Понял? А что тогда наполняет камень? Не знаю, давай послушаем. Мы не могли сторожить ее. Каким-то образом Нериса скрылась на Меридиане. Возможно, на горе Танос открылся портал, позволив ей сбежать. Нериса сейчас куда опаснее, чем была прежде. Каждый мир имеет источник мистической энергии, подобно сердцу Кондракара. Эллион была сердцем Меридиана. А-а-а... Ну да, да, этот медальон, понятно почему. Но почему в прошлом у Нерисы был он? Да. Почему у нее было... Это бы сердце Меридиана, да, считается? Да. Ну, по логике. Это сердце Меридиана. Да. Было и сердце Кондракара. Да. Почкаленка. Хотя запутанная история. Профсилу у Эллион Нериса сравнялась по могуществу с пятью стражницами. Ясно. А то бы нам было слишком просто. Она не знает, что мы уже тут. Отправимся на Меридиан и посмотрим, кто кого. Ммм, хороший план. Найджел просто хулиган. Если Тарани этого не видит, как можно доверять ее мнению? Значит, мне не доверяют. Как угодно. Она покрасилась. Бу! Булт! Булт! Булт-арака! Остановить? А как бы ее найти? Да. Не отзовется, если крикнуть. Эй, Нериса! Полагаешь? Видишь, Аракова ушла, а она появилась. Она как Зевс. Не, ну правда, можно заподозрить. Прямо сразу же исчезла, исчез Аракова и даже не помог. Она бы хоть сказала, я иду. Как Человек-паук разрывает. У меня очень много аналогий с Человеком-пауком. Уж простить, люблю я его. Обожаю. О, ясно. Молния может ударить два. Я никому не советую обижать моего парня. Квинтесенция! Эй, ты же мой болван! Она тоже умеет оживлять. В нее что-то вроде было телекинезом, да? Нет, она наоборот его, типа, ну, перетащила. Так она, она говорит, ты же мой болван. Ну, болван в том смысле, что я тобой управляла. Да, вот именно, что она... Она управляла, не в смысле она его оживила. Она им управляла, что туда окинула, отсюда окинула. Телекинез. Она не Риса. Против электричества найдется. А! А! О! Сразись с тем, кто равен по силе! Квинтесенция! Уилл такая, сразись с тем, кто равен по силе. Я, получается, самая сильная здесь? Ну, просто, чтобы ты понимал. Так, для тех, кто думает, что мне не нравится Уилл, мне это моя самая любимая стражница. Чтобы вы знали. Угу. Лучше бы молчала. Ай-ай-ай! Надеюсь, Старо не веселее, чем нам тут. Я ей обеспечу веселье. А-а-а! А-а-а! Да! Обмен! А-а-ай! Обман! Что-то у меня не получается, нет никакого толку. С огнем надо бороться огнем. Но тарани здесь нет. Откуда взять огонь? А-а-а! Ну, может быть, есть квинтесенция? Получилось. Почти. Квинтесенция! Мне больно! Упс. Прости, я учусь. А тут вроде есть прогресс. А здесь совсем нет. Калик, ты свободен? Клетка исчезла с нерисой. Стойте! Ее нет. Ну да. Но они дрались с... Не могли заметить. Мне прям интересно, как сейчас Старо не выглядит. Нам кусочек показали, совсем немножко. Ты бросаешь кореши ради зубрилки? Ха-ха! О, мать! Жалобить друзья – это зло. Так можно дойти до тусовки, а она отнимает время от занятий. Ха-ха-ха! Ты не знаешь ее? Дай сюда очки! Ха-ха-ха! А-а-а! Опа! Ха-ха-ха! О! Чува! Какая девчушка! Дайте, я один момент просто... Мяу! Калгонские страшницы! Кайф! Что надо делать вообще, а? Та-а-а-а-а! Та-а-а-а-а-а-а-а! Говорят, ты плохая компания. Будто я сама паинька. Слышишь? Если разбежитесь, спишешь телефончик? Вы победили ее? Она размазала нас и потом скрылась. Да, даже добивать нас не стала! Макс сказал, Нериса по силе равна нашей пятерке, не больше. Эй, не переживай, Вилл. Состав был неполный. Ну, да. Поэтому исчезла. Разделяй и властвуй. Сейчас она идет к Таране. К Таране! Знаешь, тебя трудно узнать. Что? Говорю, тебя не узнать! Тишина! Все успокоились! В здание ударила молния, клуб закрыт. Деньги не возвращаем! Молния? В ясную ночь? Пойдем куда-нибудь поболтаем. Таране? Т-Таране! Ты тоже! Пошел! Но девушка... А если она превратится, у нее сохранится этот крутой прикид. Ведь она, когда превращалась, у нее были очки. Да? А, ну, потому что она плохо видит. Ну вот, я про это говорю. Какой-то элемент героя. Обычно, когда ты становишься супергероем, у тебя сразу тело становится... Да, она выросла, а зрение не исправилось. А зрение, да, не исправилось. Может, это просто аксессуар, чтобы ее отличать от остальных дополнителей. Давай, колдунья, покажись! Ну, конечно. Забыла. Ты ведь так умна. Квинтэссенция! Ладно. Тебе придется жарко. Ой! У нее глаза горят. А раньше она так... Ну, это... Ее всегда глаза горели. Думаю, это был чистый эффект. Да, но получается, что нет. Получается, что нет. То есть она в целом жаркая девочка. Она прям... Да, да, она прям горит. Типа кожа горит, все как положено. Да, да, крутяк. Спасибо. Не за что, красавица. Нежную попросила. Ты на моем поле, Нериса. С техникой у меня взаимопонимание. Трепещу от ужаса. Кто ты и что сделала старой них? Может, хватит болтать, Ирма? Как насчет помочь? Огивай мне! Займите ее. Я знаю, что делать. Опять. Какая крутая серия. Вот сейчас реально весело. Да, да. Я больше... Я не знаю, как даже... Я под впечатлением от ее трансформации. Я хочу, чтобы она всегда так ходила. Уилл, подвиньтесь. Я ошибаюсь или мы в пролете? Ты угадать. Сражницы, мы едины. Огонь! Без очков всего. Да, да. Это лучше. Верно. Теперь сердечный контакт. Почему не действует? У нее сердце меридиана. Оно не слабее сердца Кондракара. Значит, ничья? Не лезьте, старушки. А то сметешь нас, как смела крысы здесь. А-а-а! Это с белыми волосами. Это же аналог Корнелии. Помнишь, она была... А почему не усы? Это не усы, это просто... Я все это время думала, что это усы, что это мужик. Ты серьезно? Неужели память о ней для тебя пустой звук? Вы не знаете, что я пережила. Ничто не кончено. Реально, нам рассказали историю только со стороны... Ну, с одной стороны, со стороны Нерисы мы еще не слышали, как все было. Потому что, ну, нам объяснили, было некое зло. Да, что за зло. Мы его как-то определили. Да, да. Мы определили как-то это зло и решили ее посадить. И тут она начала сопротивляться. И в сопротивлении убила ее. Вот этот вопрос, убила ли она ее. Ну вот, посмотрим. Я, конечно, удивляюсь. Может быть, ее оглушило, и она упала, и разбилась. Но вообще, она летающее существо. Просто нам показали, как ее скинули. Ну, может, она настолько могучая была, что просто ее поджарило, кто его знает. Молния. И она все это время действительно переживала за смерть своей подруги, которая не хотела, возможно, убивать. Ну, посмотрим. Этого я и боялась. Ну, где усы-то хуй? Мне так нравится комната Тарани. И тут родители. Да. Поговорим с тобой о доверии утром. Домашний арест. Для тебя это только начало. Я крутился у клуба, но так и не нашел тебя. Ничего. Вот и нашел. Прости, я тебя подвел опять. Это очень мило. Я думала, сейчас возьму такой вот твоей очечки. Я думаю, она в очках и с такой прической будет даже, наверное, лучше. Даже прикольнее. Даже прикольнее будет выглядеть. Твоя мама ругалась? Ее проблема. Надоело быть идеальной дочкой. Умненькой и послушной. Не знаю. Не знаю. По-моему, ты и так полный улет. В очках тоже. О, как это мило. Отпад. Да просто она же еще не говорила «да», да? Она согласия не давала. Ну, типа, иногда ты должен понять это, да? Что ты хочешь от меня услышать? Так, все понятно. Это был финал. Ну, а что я тебя хочу услышать? Я просто хочу понять. Обычно я не за такой культурный феномен. Девушка такая «все, я». И там есть все, что готово, да? И все это дело происходит. А если вот такая вот непонятная, ну, такая, знаешь, он немножечко заступает на территорию, потому что там еще не все ясно, не все понятно. И тут он ее целует. Чисто везение. Я не знаю, как на это ответить. Или ты получишь по лицу? Или она такая «класс». Отпад. Улет. Или как она там сказала? Пушка. Ай, блин, не знаю, Саш, не знаю. Ты понимаешь, насколько тонкая эта грань? Понимаю, что не все однозначно тут. Понимаю. Это как вот эти вот девушки, которые... А я думал, ты меня просто схватишь и, типа, изнасилуешь. Типа, вот так вот я хотела провести свой вечер. Ну, ты же не можешь об этом договориться? Ну, ты понимаешь, что это прям странная ситуация? Но очень красивая. Она тем и красивая. И это самый лучший поцелуй в отношениях, которые здесь я, наверное, видел. Ну, потому что первый там был с Мэттом. Там они просто поцеловались. Это было вполне взаимное. Здесь тоже. Но я говорю, как это подано. С Калибом там другая ситуация. Там драма Куин. Но здесь... Короче, мне эти отношения нравятся пока что больше всего. Они самые... Я не знаю. Ну, прикольные. Мне нравятся. Здесь мы сегодня, конечно, получили и трансформацию Тарни. И развитие Нериса как персонажа. Но там, конечно, нам не договорили. Хочется послушать в сторону этой бабки, что произошло. Потому что всё, что мы узнали, что она якобы убила свою подругу, её посадили в тюрьму, потому что ей овладела тёмная сила. А как иначе? Спасибо, что посидели с нами. Будет потрясающе послушать, почитать, что вы думаете по этому поводу. Объясните, пожалуйста, те, кто смотрел 387-й раз «Чародеек», что за замут с этими камнями? Я что-то не вдупляю. Да, изначально было, получается, сердце Меридиана, и только потом сердце Кондракара. Или сердце Меридиана было создано позже. В общем, непонятно, что с этим сердцем Меридиана. Почему у местной стражни, ну, типа главной, будем её... Унирисы. Давайте Унирисы уже своими именами называть. Забрали этот кулон. Он как дополнительная была сила? Или как основная сила? Вот это я не понимаю. В основном всё было супер. Пока, ребятки. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова